Всем привет дорогие друзья, с вами Антон Шейз и сегодня мы разыграем уже третью пару наших виртуальных розыгрышей плей-офф Лиги Чемпионов. Напомню, что в первом матче Барса оказалась слабее Монсити со счетом 1-0, во второй матче Арсенал обыграл Баварию 3-1 и сегодня мы сыграем, пожалуй, 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 Реал Шальке. Да, дело в том, что недавно я разыгрывал матч карьеры Квинспарк Рейнджерс против Уэс Бромвича ебаного и меня они обыграли 4-1, я дико-дико недоволен, но просто меня просто раскатали в щи. И сегодня я надеюсь, что мне удастся за Мадридский Реал просто-таки отканифолить бедные Шальки по полной программе им накидать ебах в кабинет, за воротник им насрать как следует, так сказать. Выбираем Мадрид, тут Марселла весь такой, как настоящий рэпер, настоящий ниггер. И класс Ян Хунтелар справа нравится, нет, нападающий довольно-таки неплохой, мне вот он нравится, не знаю почему. Забивной мальчик, паренечек, так, Роналду сюда, Демарию мы, к сожалению, с поля уберем, и вместо него выходит на поле Гаррет Бейл. Так, ну, такой состав меня вполне-вполне устраивает, все классно, все хорошо, и параметры отлично. Выбираем стадион Сантьяго Бернабео, и все остальное мне абсолютно плевать на все остальные настройки. Сантьяго, ты где, браток? Какие-то левые стадионы пошли, мне кажется, выдуманный стадион диверсии, блять. Кельтский стадион. Ну, где, где? Сантьяго Бернабео, вот. Сантьяго Бернабео, родной стадион великого мадридского клуба. Что ж, начинаем этот розыгрыш матча Реал-Шальке. Меня просили сделать видео через режим матчей Лиги Чемпионов, но в рот я его ебал, если честно, меня за это банят на Ютубе, потому что там есть вставочки из ролика. Так тоже нормально, я думаю, что вы тоже будете довольны. Что ж, матч начинается с того, что, кто там, Бензема и Иску, по-моему, разводят мяч. Я прав. Конечно, я прав. И сразу же мяч на Роналду, на фланг, и вот он уже бежит забивать первый гол, против него Хавьедес. Нифига, вот это была наглость, если честно, наглость против Роналду так играть я не позволил бы. И, да, напомню, что сегодня моя цель разгромить Шальке как следует, просто-таки по полной. Чтобы они знали, что Реал это сила, Реал это легенда, Реал это мощь. Но если я проиграю, не вините меня, потому что я старался. И Марсел выводит мяч с мячом, это Гаррид Бейл. Классный игрок, если честно. По-прежнему я отказываюсь как-то комментировать сравнение Бейла и Неймара, потому что нахрена их сравнивать, вы мне скажите, это полная чушь. Ну и удар, и, конечно же, Роналду там не удар, а просто-таки пушка 1-0. Роналду и Месси, это два таких игрока в Пес, которые всегда, все последние части, просто-таки читерские. Особенно Месси, вот с Месси просто-таки, если что нормально, надо дрочить свои руки, то вообще-то просто будешь забивать голов по 5 в матче, потому что Месси это просто читер. Его там так прокачали, что просто, мама, не горюй. И, в принципе, Роналду тоже хорош, но у Роналду немного другие функции на поле, он пушка. Сука, ногу свою подставил какой-то Хавьедес был, Джонс с мячом. И, кстати, я же обещал вам, что в ближайшее время буду разыгрывать чемпионат мира по футболу, но мне кажется, что лучше это дело от, так сказать, отложить до, ну, поближе, то есть весной, наверное, начну, потому что смысл сейчас это делать, когда до чемпионата мира по футболу, аж полгода, блядь. Сейчас всех интересует карьера, какая карьера, блядь, конечно, карьера Елдака Моткина всех интересует, но Лига Чемпионов-то поинтереснее все-таки, мне кажется, будет. Тем временем, кто-то... Нет, бить я не буду, потому что бью ее штрафные херово, если честно. И мы лучше попытаемся разыграть. Попытка более-менее пока что проходит хорошо. Хидира, огромный Хидира. Марселла с мячиком. Да, тот чувачок блондинистый, это Льюис Холдби. Вот, и, может быть, 2-0? Нет. Хаведес довольно-таки неплохой, или Хеведес, или Хуедес, нет, все равно. Довольно-таки неплохой защитничек, то есть он все подчищает, все у нас здорово. И вот, неплохой пас на Хунт Лара выдает какой-то паренек из Шальки, я забыл. И Хунт Лар неплохим финтом, и Беат Рамоса входит в штрафной, и блестяще, блестяще выходит из ворот Икер Касилес, и всем своим огромным, красивым, накачанным, загорелым испанским телом убирает и убивает все надежды Шальки на гол. Тем временем Бензема с ловкостью бревна теряет мяч, но Гаррид Бейл, слава богу, Гаррид Бейл, он молодец. Конечно, этот паренек не стоит 100 миллионов, но кому какая разница, если честно? Хигир, обей, бьет Хигиро 2-0. Вот это я понимаю футбол, 2-0 уже выиграл, все у нас хорошо, все степенно классно, и вообще чики-пуки. Хунтеларчик и Льюст Холдбе разводят мяч с мячом Джонс. Видим, что поплыло Шальки, поплыло, ну конечно, играть против мадридского Реала, когда тот в форме, тот в хорошем состоянии. Я всегда ставлю и себе, и сопернику состояние физическое на максимум, чтобы было максимально интересно играть, в принципе, потому что это здорово. Хунтелар бьет головой, но очень-очень неточно, и Кассилис решил показать, что он в детстве был турникменом, уважал Мишу Маваши, и все у них было хорошо. Выше своего предела там, моя крепость со временем станет твердой, как камень, моя крепость тела за моей одеждой, моя крепость вера, любовь и надежда. Ну, это было вообще не в тему, но тем не менее, Иску теряет мяч, но как-то видим, что игроки Шальки как-то пассивно ко всему относятся, это как-то непонятно, мне кажется. Пападополос, какой-то финн хотел показать, но мы его в рот выебали с помощью Хаби Алонс, и Пападополос будет быть штрафной. Ну и фамилия Пападополос, блядь. Одна из самых смешных фамилий, несмотря на то, что есть фамилии там, типа, как Дурак, Хуяк, такие фамилии тоже есть, но Пападополос смешная, потому что... Потому что Пападополос, даже не буду как-то аргументировать, у вас есть уши, и вы понимаете, о чем я. Роналду Роналду мог бы зацепиться. Еще меня частенько просят, я не знаю, это видео выйдет, наверное, уже после того, как будет награждение золотым мячом или чутка перед этим. Ну, неважно, короче, меня просят дать комментарий по золотому мячу, но знаете, чуваки, я лучше промолчу, потому что, блядь, срач будет великий, если что-то не так скажу. То есть, я лучше подожду, тем более, я думаю, что вы сами прекрасно знаете, кому бы я отдал за этот мяч, бьет Иско, удар говно, и кипер Шальке выносит мяч далеко-далеко. Льюс Холби, пас не прошел у него с мячом, Гаррит Белл, прекрасный пас, ну почти что прекрасный пас, на, Бензома забивай! Ой, браток, ну как же ты не попал, как же ты не попал, просто таким, Фернандо Торрес в тебя вселился временно, просто тот самый Торрес, который не очень, то есть. Мне вообще Торрес нравится как игрок, но отлично бьет слева, и сейчас Белл, просто удар пушка, но, но на месте, брата, Шальке. Хигира с мячом Роналду, опа, опа, обфинтил одного, другого обфинтил, сука, вот остальное у нас не очень получилось, к сожалению, но ничего страшного, ничего страшного. И вот Хаби Алонса, у него удар мощный, он пробьел, пробьел, кто у них на воротах? Унирстал? Это кто такой, скажите мне, пожалуйста, Унирстал? Может быть я, конечно, совсем отстал от жизни, и Унирстал второй после Нойера вратарь в Германии, но мне кажется, что я такого парня вообще не знаю. В то время Нойер в Шальке-то играл, я помню, что он там, он там, в принципе, свое имя-то себе и сделал. Потом перешел в Баварию и стал еще более крутым киперком. Вообще, я считаю, Нойера в данный момент лучшим кипером, я уже об этом много раз говорю, конечно, Кассилис Кассилисом, но Кассилис уже, к сожалению, блядь, как мимо. Благодаря тому, что он постоянно сидит на скамеечке, уже, конечно, теряет в навыках немножко, да и возраст все-таки. Хотя, сколько ему лет, 33, наверное, будет в этом году, 33, да, по-моему, 81-го года рождения, или 82-го, по-моему, 81-го все-таки, он год, или даже 80-го. Ладно, я вам не ходячая в Википедию, чтобы все это знать, но, по-моему, где-то в этом районе, по-моему, все-таки 81-го. Все-таки, ну, возраст какой-никакой у него все-таки уже есть. А Нойера все-таки молодой паренек, хорошо играет, надежен, надежен он. Учидо с мячом, неплохо, ух, нифига, там сейчас Кассилис затащил просто-таки в ближнем бою. Мог Хунт Лар забивать, но Кассилис по этому поводу имеет другое мнение. Холдби, наезд штрафной, Фарфан Пападополус. Ну, куда тебе с такой фамилией, с такой рожей, мохнатый, огромный, лезть в футбол, парень? Уйди с поля, пока тебя еще не убили. Серхио Рамос. Марселло и Бейл, Бейл с мячом на фланге. Сто миллионов на поле бежит. Бежит, бежит. Никто им вообще не мешает, смотрите. Никто не мешает ему дать пас на Роналду, и никто не мешает Роналду бить. Но вот уже, ну, блядь, хотел добить уже почти в пустыну, там чья-то, по-моему, мерзкая японская ножка какого-то у Чиды встала на пути у меня. Гремлин хренов. Что-то Бензема какой-то вообще мертвый, если честно, весь тайм бегает, только-то как-то не нравится мне Бенземушка. Может быть, заменить его? А хотя кем, хотя кем? Так. Черышевым, блядь, что ли? Я не знаю. Нет, к сожалению, менять-то некем. Кальехон, блядь, составы немного старенькие у меня. Дайте-ка, что ли, я Модрича выпущу вместо Хедира. Не нравится мне Хедира. Он большой, высокий и бесполезный. А вот Модрич, он и забить может. И не только головой. Хунтылар и Холдбер разводят мяч. Ну, давайте уже, что вы там, блядь? Кота за сиски мнете. И опять Шальке трусливо отходит к своим воротам, но... Попадополус. Тащит. И на Учиду, на Учиду бежит. Но я думаю, что его забег закончится ничем. Я сказал, что ничем он не закончится. Ничем. Ну, я скажу, он сказал же ничем. А если я сказал, то так оно и будет. Иско. Когда я смотрю на то, как играет Бензима, у меня в голове один вопрос. Нахрена продавали Игуаина? И почему не взяли, блядь, хотя бы Кавани летом? Не знаю, ведь Кавани нормальный нападающий, что... Потехничнее, чем Бензима. Я не говорю, что Бензима плохой форвард, но, блядь. И, например, мне кажется, вот, если бы вместо Бейла взяли того же Суареса, было бы намного лучше. Я не говорю не потому, что Суарес сейчас в форме вообще охрененной и забивает каждый матч, а потому, что Суарес мне нравится очень давно, еще со времен Аякса. Это еще 2009 года. Парень вообще нормальный форвард. Очень здоровый. Он там за Аякс забивал по 30 голов за чемпионат. То есть для него это норма. Сбивной чувачок. А взяли Бейла, не знаю, зачем, в принципе, то есть. На этой позиции у Реала особых проблем-то и не было, если честно. То есть. Нужен нападающий Реал уже какой год. Хороший, забивной. То есть Роналду, конечно, забивает много, но... Но, блядь... Не одним же Роналду жить. Иско. Роналду там накручивает на фланге. Давай, накрути, накрути. Ушел. На Иско. Дальше Бензима пусть забьет. Но, Бензима, ну что ж это как-то... Слишком вообще стопорно решили сыграть. Да. И можно пробить. И опять этот парень с именем Унерстал. Фридс долбанный. С легкостью, с легкостью все наши проблемы решает. Так, вот. Ну что-то Бензима вообще перестает меня радовать, потому что... Ну как так можно играть-то вообще ни о чем. Джонс. Хунтова. Холби. Как все быстро меняется. Я просто даже не успеваю... Совсем... Я только что с работы пришел, немного уставший. Я не успеваю следить за тем, как меняется все на поле. Хеведес. Ховьедес. Я называю его Ховьедесом. Мне так нравится. Опа. Джефферсон Фарфан. Этот чувак мне нравится. Он, по-моему, откуда? Он из Перу, по-моему. Давно уже играет за Шальки. Еще очень давно. Я помню, еще в Шальке играл такой чувак с фамилией Линкольн, блядь. Такой бразильский плеймейкер. Тоже такой классный игрок был. Еще тогда Фарфан был. Еще когда Шальки в Лиге Чемпионов нормально играл, то тогда еще Фарфан был. То есть Фарфан уже... Сколько он лет-то играет? Все, по-моему, не такой-то он и старый. Но так долго он в Шальке. Вот он цепляется за мяч. И входит в штрафную. На вес штрафную. Ничего, ничегошеньки, не получилось у него. Модрич. Который мне напоминает своей внешностью девушку, как я уже много раз говорил. Вот, не мою бывшую, а просто женоподобен он мне очень сильно. Но это не мешает ему показывать классную игру. Но Роналду не упустит мяч. И не очень удачный пас на кого-то там. Но я думаю, что у Шальки все равно нет шансов. Как-то особых-то моментов-то сегодня у Шальки-то не было. Вот у Хунт Лар пару раз бил неплохо. И все. Ну вот сейчас может быть, но тут Серхио Рамос, надежный капитан мадридского Реала. Бенц. Мерседес Бенц. Кто? Ну, Хаби Алонс. Так, так глупо потерять мяч, конечно, не в его стиле. То есть мы все знаем Хаби Алонс как хорошего, опытнейшего центрального положительника с мощным ударом. Тут он теряет мяч так. И опять. Ну, тут уже пас был хуёвенький. Что там было-то? Слышь, ты, судишка. Ты против кого? И на поле выходит Транквильо Барнета. Нападающий сборной Швейцарии. Ну, мне кажется, что ему вообще ничего не светит. Вот опасно может быть, но... Да, этот Матлиб из Шальки за мячом вообще, вижу, не спешил. То есть ему было абсолютно похер то, что будет. Ну, похер-то, похер. Мне вообще только лучше от этого. На Модрича играем. На Роналду. И я думаю, что сейчас мы можем даже третий гол забивать спокойно. В принципе-то. Иску. Нихуя там Пападопулус. Показал, что он тоже, типа, играть умеет. Блин. Какие вы хитрожопые в защите, однако, чувачки. Давай. Вот мы... Ну, ёлки-палки. Барнета захватил за мяч. Ну, в смысле, нихуя он там пытался сейчас раскачать мою оборону. Блин, у меня уже нога занемела, если честно. Кто там? Иску дал. Он пас на Бейла, 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 Бейла. Может, пробить. Нет, не стану. Ну, блядь, Бенц. Конечно, ты полное бревно сегодня. Как-то сегодня тебя не прет. Вроде бы у тебя нормальная статистика в песке, но что-то ты как-то сегодня не техничен, мягко говоря. Не техничен, братулечек. Надо было, блядь, ставить нападение от кого-нибудь другого. Того же Марата, например. Не Измайлова. Потому что Измайлов Марат уже давно не футболист. Момент Хунтелара. Блестяще. Вот сейчас Кассилес просто-таки вытащил. Просто мертвый. Мертвый, да, смотрите. Может быть, кто-то из этого сделает вайн. Смотрите, просто-таки вытащил. Прям на ленточке уже мяч был. Но Кассилес. Мужчинка моей мечты просто. Еще момент. И опять Кассилес на месте. Вот это вот настоящий капитан команды. Настоящий Мадридистос. Единственный из них, кто брал Лигу Чемпионов, блядь. Опять Кассилес. Опять Кассилес. Да, вот это было сейчас три удара от Хунтелара. Просто мощнейших, опаснейших. Нихуя он киданул сейчас мяч. Вы это видели? Он до центра поля. Я такого ни разу не видел сейчас на Песке. Чтоб так вот далеко кидали мяч. Да, Игорь сегодня по полной играет. Прям мужик. Прям я его уважаю по полной. Бенз. Оффсайд. Сразу даже галата не было, блядь. Попали мы в перекладинку, к сожалению. В такую вот железную мерзкую перекладинку. Унерстал. Вот пас в разрез. Первый пас не пидорас. Ну давай, Роналду, может быть, третий забьем. И вот так вот спокойненько. Это Иско. Забиваем третий гол. И он... Такое ощущение, что он только что дрочил огромный член. Только мы увидели такие вот движения непонятные. Совсем какие-то неадекватные. Хунькилар. Холдби Джонс. Попадопол. Фамилия хороша, конечно, у этого гречневого парня. Абаси. Ну куда ты прешь? Куда ты прешь, сын? Холдби. Мы в подкате просто вырываем и ноги, и руки, и все, что можно. Может быть, сейчас четвертый забьем? Роналду или Хиведес? Конечно же Роналду. Ну! Ну! Сука! С ленточки вытащил у Чида. Могло быть 4-0. Ну почему сейчас Модрич не стал играть? Ну не знаю. Короче, Реал обыгрывает Чальки 3-0. Иско. Роналду. И... Кто там еще забил? Я забыл уже. Да, память у меня, конечно, хреновая. Но не суть. Не суть. Страшно. Забивал... Кто забил-то второй гол-то? Бля, ну и память у меня. Сейчас даже повтор буду смотреть. Так, ну вот, забивает Роналду. Это я помню. Ладно, пизду. Посмотрим статистики матча. Так, забитые голы. И это был... Хидира. А я его критиковал. Охереть. Ну не суть. Всем пока. С вами был Антон Чейз. До свидания.